Здравствуйте, дорогие коллеги! Простите, пожалуйста, что небольшая была заминка с техникой. Так, вы меня слышите, видите? Видите, так, хорошо. Видите, слышите, отлично, я очень рада. Если позволите, то ответьте, пожалуйста, на один маленький вопрос. Сейчас он появится на вашем экране. Вопрос чисто для меня, чтобы я больше знала, какую информацию сегодня давать. Хорошо. Вопрос, как вы видите, об участниках. Мне интересно, кто вы, кандидат или преподаватель. Хорошо. Сейчас, секундочку. Ну, пока вы еще чуть-чуть отвечаете, я начну. Пошло поздравление. Итак, сегодня мы поговорим о подготовке к уровню ТРКИ С1. Иначе он называется. Если все-таки среди вас есть кандидаты, я вижу, что они есть, или студенты по-другому, да. Поздравляю вас. Это действительно серьезный уровень. И то, что вы до него дошли. И раз вы пришли на этот семинар, вебинар, то, очевидно, вы хотите сдавать, и вам это интересно. Это действительно серьезный уровень, да. Это не просто хорошо знать русский язык. Это не то, что вы знаете, например, выйти замуж или жениться на русском, и, значит, вы можете сдать. Нет. А ТРКИ С1 требует подготовки, да. Это хорошее чувство языка, владение языком, да. И вот вчера правильно было сказано на вебинаре, что, когда говоришь с человеком на С1, есть ощущение, что он говорит без перевода. То есть он говорит по-русски, ну, практически как русский, да. То есть не уровень его, а имею в виду, что он в голове не переводит. Он сразу же уже мыслит на русском языке, на С1. Так, сейчас загляну ваши ответы. Ага. Хорошо. Больше преподавателей. Ну, ладно, я поняла. Будем на это интересоваться. Так, я надеюсь, ну, не то чтобы надеюсь, но думаю, что вы все уже видели какие-то из наших вебинаров, да. И поэтому давайте я первые слайды, так, достаточно быстро, да. То есть этот вебинар подготовлен Центром языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Я работаю в этом центре, да. Меня зовут Таисия Игоревна Александрова. Извините, что сразу же не представилась. Вот. У нас нашего центра очень много центров, да, в других странах. Опять же думаю, что вы уже видели, да, эту табличку несколько раз, что будет, как можно сдать тест, да, чтобы каждый субтест был выполнен больше, чем на 66%. Но один, возможно, на 60, да, и два субтеста можно пересдать, если только два не сданы. Так, хорошо. Если я очень быстро говорю начало, и у вас есть какие-то еще раз вопросы, то, пожалуйста, напишите, я отвечу на них. Хорошо? Думаю, уже, если вы уже дошли до Ц1, то вы знаете, какие были уровни до этого, и знаете, что выше есть только Ц2, больше другого нет. Такую общую таблицу по уровню мы тоже уже вам несколько раз давали, да. Сегодня мы говорим об уровне Ц1, то есть что это такое, посмотрите, профессиональное владение языком. Это означает, что, скорее всего, вы, как я уже сказала вначале, не просто живете в России или за границей с кем-то из русских. Вы используете русский язык для каких-то своих профессиональных целей. Это может быть и учеба, да, тоже как профессия, но или вы работаете. Вот подробнее уже о Ц1, да. Это, этот уровень позволяет вам вести профессиональную деятельность филолога-лингвиста. Ну, что это такое? Переводчик, да. И вы можете переводить не только письменно, но и устно уже, да. Письменный перевод возможен, в принципе, и на предыдущих уровнях, но вы можете уже переводить устно. Вы можете работать в русскоязычном коллективе. И здесь не обязательно, если вы филолог, вы можете быть менеджером, дипломатом, кем угодно, да. Но вы можете работать с русским, с русскоязычным коллективом и общаться с ними на русском. Ну, конечно, очень часто спрашивают именно про студентов, да. Вы знаете, этот, вот уже несколько раз был вопрос. Что нужно для поступления в магистратуру, что нужно для поступления в аспирантуру? Это зависит от университета. Более того, например, я знаю ситуацию с Санкт-Петербургским государственным университетом. Это зависит даже от факультета. То есть иногда Ц1 нужен для поступления только в аспирантуру, и чаще всего это так. То есть это для кандидата наук, но некоторые факультеты или некоторые университеты требуют Ц1 для поступления в магистратуру или для окончания магистратуры. Поэтому здесь нужно узнавать в каждом университете отдельно. Так, хорошо. Давайте скажем пару слов по поводу количества часов. Вот смотрите, и далее в своей презентации я буду все время сравнивать Ц1 и В2. Я вам чуть-чуть позже объясню, почему. Но что касается часов. Смотрите, значит, считается так, что для В2 вам необходимо 720 часов, как минимум. А для Ц1 280 часов. Разница очень большая, да? И почему так мало для Ц1? Но почему так мало, мне сложно, наверное, вам объяснить. Но я вам точно хочу сказать, что по моему опыту 280 часов недостаточно. То есть или у вас должен был быть очень хороший В2, от которого вы отталкиваетесь для Ц1. То есть вам нужно, у вас очень действительно твердый В2, и вам нужно какая-то только специальная специфика довести до Ц1. Может быть так. Но 280 часов – это только если вы живете, учитесь, не знаю, в России. Причем не просто живете, да, вы работаете в русском коллективе, вы читаете новости, вы постоянно смотрите интернет на русском. Вы смотрите фильмы, вы аудируете, да, вы слушаете. И вот только, возможно, в этой ситуации 280 часов для вас будет достаточно. Я думаю, что со мной все согласятся, но если что, давайте можем подскорить. Так, по поводу количества слов. Вы знаете, раньше вообще про Ц1 не было такой книги, как лексический минимум, который я вам сейчас показываю на слайде, эта книга очень новая. Почему? Потому что считалось, что очень сложно определить вот этот лексический минимум, необходимый для Ц1, потому что чаще всего это связано с вашей профессиональной деятельностью. Для кого-то будут вот эти слова очень важны, для кого-то другие слова. Ну вот попытались авторы книги сделать такой нейтральный список, и он состоит из 11 тысяч слов, да. Если вы посмотрите, значит, Б2 – это было 6 тысяч слов. И вот знаете, вот это самое главное отличие, Б2 от Ц1 – это разница в словарном запасе. И вот почему еще 280 часов – это недостаточно? Потому что за 280 часов можно объяснить грамматику, но нельзя вложить в вас, вот в эти 5 тысяч слов, вложить в вас за 280 часов. Ну, по крайней мере, так скажем, в среднем, да, в человеке, но если у вас очень хорошая память, возможно. Вот в этом особенность. Это самое, мне кажется, вообще, вот по моему опыту, это самое главное отличие Ц1 от Б2 – не грамматики, а именно лексического наполнения. Так, хорошо. Посмотрим дальше. Сразу же предупрежу вопрос, хотя я постараюсь об этом еще раз сказать, когда мы будем смотреть чтение и письмо. Значит, вопрос обычный – можно ли пользоваться словарем? Можно, можно, не поверите, на Ц1 тоже можно. Но какой словарь? Такой же, как был на Б2. Это толковый словарь русского языка. То есть это русский словарь, не переводной. И, повторяя, как на всех уровнях, словарь должен быть бумажный. Электронная версия не подойдет. Где вы сможете пользоваться? Вы сможете пользоваться на субтесте письмо. И на четвертом задании чтения – это будет художественный текст. Вот на этом четвертом, только четвертом задании вы сможете пользоваться толковым словарем русского языка, если вам нужно. Сразу же скажу, хотя, может быть, вы уже кто один и сами это знаете, что пользуйтесь, пожалуйста, но не слишком. Не углубляйте словарь, потому что это очень много времени. Представляете, да, это… Если у вас практика пользования бумажным словарем, да, это толстый словарь, нужно его листать. То есть, в общем, это отнимает очень много времени. Так что, смотрите, никто не запрещает, но не злоупотреблялся. Хорошо. Давайте перейдем к субтестам. В сегодняшнем вебинаре я выстроила субтесты по тому принципу, как сдает студент. Знаете ли вы, как сдается? Обычно тест дают в два дня. Первый день – это письменные части, это грамматика, ну, лексика и грамматика вместе, письмо и чтение. А второй день – это аудирование и говорение. Поэтому вот сегодня, ну, я ориентируюсь все-таки на кандидатов, поэтому я вот такой и порядок и выбрала. Итак, посмотрим на субтест, лексику, грамматику. Ну что, главное отличие – это количество заданий, да. На B2 у вас 150 заданий было, а здесь всего лишь 100, а дает это то же самое время – 90 минут. А как? Почему точнее? Ну, потому что задания сложнее, да. Но с другой стороны, это если вы прошли B2, и вы помните, что, ну, 150 заданий за 90 минут – это так, тяжело, да. Конечно, еще тяжелее было на B1, но все-таки. Значит, всего 100 заданий. Теперь посмотрите на блоки. Если вы сравните блоки, то блоки очень похожи. Ну, вот здесь появляется задание открытой формы, я о нем скажу чуть попозже. Ну, вот я подчеркнула лексические единицы. Еще раз повторю то, что я сказала в начале. Знаете, это самое главное отличие, то есть лексическое наполнение. Сложнее лексика. Да, и это даже не только то, что какие-то есть дополнительные задания на лексику. А та лексика, которая присутствует в обычных заданиях на грамматику, или в чтении, или в письме, она сложнее. Она труднее. Так, ну что? Что касается лексики и грамматики. Вот, лексические единицы нет, в данном случае я имею в виду все, и слова, и фразологизмы, то есть фразологизмы включаю в лексические единицы. Вот, данные рекомендации, это мои рекомендации, которые я даю вам из вот собственного опыта, опыта работы с студентами. Какие главные проблемы, где больше всего было сложностей у студентов на этом уровне в субтезе лексики и грамматики. Это несовершенно-совершенный вид в экспрессивно-стилистических конструкций. Смотрите, несовершенно-совершенный вид. Изучаем уже, да, начиная с нуля, с А2. И вот вы все уже знаете, там, один раз, много раз и так далее. И вдруг вы встретитесь с примерами, когда, например, есть слово «никогда», а мы используем «совершенный вид». Когда мы говорим, что-то случилось несколько раз, а мы используем «совершенный вид». Вот такие случаи, да, они очень часто используются именно в экспрессивных конструкциях. Вы к этому должны быть готовы и должны знать эти конструкции. Давайте я сейчас все быстренько скажу, а потом покажу вам примеры. Так, вот я вижу дополнительно, да, что несовершенно-совершенно выражает на большую трудность и различие винительного родительного падежа. Да, это тоже. Кстати, про второе спасибо Избира. Второе я не сказала. И здесь у меня нет. Дальше, инфинитивные конструкции, если вы знаете, что это такое, да, то есть употребление несовершенного и совершенного вида в инфинитиве. Средства союзной связи. Это особенно очень… все время недоумение вызывает какие-то одинаковые, да, союзы то-то-то или то-ли-то-ли-то-ли, не то-не-то-не-то. Сейчас мы посмотрим дальше. Про зеологизмы. Их много, их больше, чем на B2, и они сложнее. Задания, лексические задания. Ну, это, в принципе, они уже были на B2, да, паронимы, синонимы, конечно, приставочные глаголы, причем и приставочные глаголы движения, ну и вообще приставочные глаголы. Вот. И последнее задание открытой формы аннотации. Хорошо. Давайте посмотрим примеры. Вот это вообще первые три задания из теста. Например, Андрею никогда ни на что не хватало времени, а тут вдруг взял и диссертацию. Ну что, давайте попробуем. Хотите потренироваться? Только просьба, пишите, чтобы ответы в чате писали кандидаты. Хорошо? Давайте мы, во всяком случае, дадим фору кандидатам. Дорогие студенты, или кто хочет сдавать, пожалуйста, подумайте на эти три первых вопроса и напишите ответы. Так, ну я вижу уже первый, да, вот это B, вот я понимаю, пишите ответ на первый, да, вопрос? Б, написал, взял и написал. Это верный ответ, да. Сейчас, секундочку. Так, я хотела поставить галочку. Да, написал, отлично. Давайте второе. Эльвира, пожалуйста, пусть сначала студенты напишут, хорошо? 2G, 2G, ну 2G, ну 2G, мне кажется, второй вопрос как раз здесь менее трудный из трех. Правильно. Давайте третий вопрос. Лауре, что такое F? А, ладно. Ага. А, поняла, это две буквы на одной клавише. Так, ну я вижу на третий вопрос ответ А и ответ Г. Ага. Ну давайте, чтобы не терять времени, я уже сразу же, ладно, скажу. Г. Г был правильный ответ. И вот этот третий вопрос, это тоже, о чем я сказала. Мне кажется, очень сильно сбивает вот это слово, да, никогда. И, пожалуйста, убирайте это из головы, что если вы видите никогда, это всегда несовершенный вид. Я, в том, студенту, все время раньше говорила, что есть правило, есть исключение, да. К сожалению, почти каждому правило. Но я об этом не говорю, естественно, на А1, на А2, но на С1 уже нужно тоже это знать, да. Так. Так. Объясните третий вопрос. Третий вопрос, никогда больше не побываешь. То есть это абсолютная невозможность действия, да. И вот в этой ситуации мы используем совершенный вид. Я никогда это не съем, да. Я никогда не сделаю так много заданий. Я никогда не сдам этот экзамен. Нет, это плохое, это был плохой пример. Вот, ну, например, здесь никогда не побываешь, да. Совершенный вид. Так, хорошо. Ну, вот пример задания о том, о чем я говорила, сложности несовершенного-совершенного вида. Следующее – это интенсивная конструкция, да. Ну, вот, например, отцу не отговорит Сергея. Или не тебе нам советовать. Давайте опять, пожалуйста, ваши варианты, а потом я скажу правильные. Так, ну, я вижу 21, и все отвечают правильно. Прекрасно. Это ответ «Б» правильный. Отцу не отговорит Сергея означает, отец не сможет отговорить Сергея. Верно. Так, давайте 22 вопрос. Елмаз, давайте-ка, второй, 22, 21, мы уже сказали. Так, ну, хорошо, молодцы. Тут я тоже вижу, а, нет, видела одну ошибочку. Так, вижу вторую ошибочку. Не тебе нам советовать, не ты должен нам советовать. Это «Б». Так, и в первом задании ответ правильный «Б». Вот это называется интенсивная конструкция, да. У нас есть субъект, субъект чаще всего в датильном падеже. Субъекта может не быть, между прочим. А дальше мы используем интенсивный и несовершенный или совершенный вид. И смысл предложения меняется, если мы используем совершенный вид или несовершенный вид. Вот, еще здесь еще влияет «не», да, отрицание перед интенсивным тоже влияет на вид. Вот, это все информацию можно найти в учебниках, да. А в учебнике я скажу в конце. Так, хорошо, 22 «Б», правильно. Следующее. Это союзные слова. Вот, посмотрите. Я видела реакцию студентов, когда они видят, вот эти «что», «ни-ни» или «или», «а-а», «то-ли-то-ли». Да, мы используем союзы повторяющиеся. Ну что, давайте, пробуйте. Так, Валентина, вижу. Константин, что такое «и»? 51, нету ответа «и». Так, ну, большинство студентов ответило правильно. 51 – это «а». Хочется, а невозможно, можно, а уже не хочется. Это ответ «а». Давайте, 52. И у нас нет 51, был правильный ответ «в», «а-а». «В», «в». Так, давайте 52. Лаур, это 52, да? Да. Угу, поняла. Хорошо. «В». Угу. Так, ну все, отлично, молодцы. Все, кто отвечает, все отвечают правильно. «То». «То» подойдет к окну, «То» приляжет на диван. Хорошо. Ну, вот, может быть, это были не самые трудные случаи, которые, да, я привела из теста. Хорошо. Значит, ну, в общем, в любом случае, обратите на них внимание, посмотрите тесты. Хорошо. Давайте дальше. Фрезологизмы. Фрезологизмы. Ну, чуть-чуть, фрезологизмы были на «Б2». Чуть-чуть они, да, в общем, да, с «Б2» начинаются. Что-то сложнее становится. 95. Так, ну вот я вижу, начиная, наверное, с Павлы, ответ «Г». Угу. И он правильный. Ставит палки в колес, это мешает. Может быть, мы такое даже слышали. Хорошо. 96. Фрезологизм «Скрепя сердце». Начальник отпустил меня в отпуск «Скрепя сердце». Угу. Молодцы. Так, сегодня в чате студенты готовы к «Ц1», по крайней мере, по лексике и грамматике. Отлично. Тогда мы не останавливаемся на этом, идем дальше. Это лексическое, да, слово. Смотрите, это иногда и задание, что нужно выбрать слова официального стиля, да, нужно просто подобрать слово, которое подходит к данной ситуации. Ну, попробуйте. 80. Вы знаете, да, что вы должны смотреть на смысл предложения, безусловно, и еще должны смотреть на грамматические связи, да, слова. То есть в данном случае вы должны смотреть на слово присутствие и на его поддержку. Угу. Должны знать управление, да, не только глагольное управление, но и лексическое управление. Вот те, кто отвечает «А», это то, о чем я говорю. Стеснительно не может управлять творительным падежом. Ответ «А» неправильный. Обращайте внимание на те слова, которые связаны с пропущенным словом, да. В данном случае надо посмотреть на слово присутствие, на родительную падежу этого слова. «В», правильно, ответ «В» – «смущена». Хотя, посмотрите, по смыслу, стеснительность, смущенный, в общем, это достаточно близкие слова, но обращайте внимание на грамматику. 81. Во время официального визита президента пропущено слово министра известной политики. Ну, я вижу пять ответов, шесть ответов, и они все правильно, поэтому я пишу правильный вариант «Сопровождали». Это верно. «Сопровождали министра». Правильно. Хорошо. И теперь вот самое необычное задание. Необычное в том смысле, что первый раз включается такое задание в тестах. Не было такого задания в «Б2», «Б1» и раньше. Это так называемое задание открытой формы. Здесь у вас нету «А, Б, В, Г, Д». Вы сами должны написать правильный ответ. Ответ вы вписываете в матрицу. Можете курсивом, можете печатными буквами, неважно. Вписываете ответ. Давайте попробуем. Да, значит, задание открытой формы – это всегда аннотация. Вы знаете, что такое аннотация, да? Аннотация к учебнику, аннотация к книге, к какому-то пособию. Хорошо, подумайте, пожалуйста. Давайте я дам чуть-чуть время. Подумайте, какие слова можно вставить 14, 15, 16, 18. Пока вы думаете, преподаватели тоже могут подумать. Ну, я скажу, да, что в этом задании нету правильного ответа. То есть он, конечно, есть правильный ответ, то есть их может быть несколько. И не всегда. Вот вы сейчас напишите ответ, и я думаю, что будет понятно, что в каких-то заданиях здесь может быть несколько вариантов, да? А в каком-то задании, скорее всего, только один вариант. Значит, смотрите, пожалуйста, опять то же самое, на смысл и на грамматику, да? На связи, лексические, лексико-грамматические связи другими словами. Так, ну, пожалуйста, ваши ответы. Так, Нора, давайте я сразу подскажу. Здесь должны быть глагольные формы. Ну, в конкретном задании, я не говорю, что это общее правило, да? Но в данном случае должны быть глагольные формы. Представляют, являются. Обратите, пожалуйста, внимание на слово «основу», не «основа», а на «основу». Это венительный падеж, поэтому является ваш... Ваш вариант не будет, правильно? Хорошо, создают, составляют, представляют собой. Так, я не знаю, как поступить. Значит, комментировать не все. Представляют собой неправильно, да? Точно так же, не тот падеж. Так, составляют, правильно. Основа настоящего пособия создают упражнения. Лаура, грамматически это правильно, но скорее, мы бы все сказали, составляют, составляют. Хорошо, давайте перейдем к 15-му заданию. 15-й вопрос. Использованы адам... А, 15, а, извините, я... 15, так, средний использованы. Нет, неправильно. Использованы нельзя сказать. И делаем здесь именно в лексическом значении. И вообще в значении всего предложения. Посмотрите, очень хорошо. Вот уже глагол «представлять» очень... Он правильный. Но теперь надо обратить внимание на его форму. Представляют собой как нельзя. Представляют «са» как нельзя. Лаура, но это уже очень близко. Нам нужен пассив... Да? Нам нужен пассив, нужна пассивная форма. Угу. Приведены. Спасибо. Кстати, я не думала про этот вариант. Угу. Предложены. Представлены. Прекрасно. Угу. Представлены есть. Хорошо, отлично. 16-й. Я вам чуть попозже скажу... Скажу, ладно, все варианты. 16-й. Важным элементом пособия. Ну, мне кажется, здесь самое простое. Угу. Являются. Вот Константин был первым. Правильно. Элементом творительной поддержки являются, что диктанты. Представлены неправильно. Или представлены... А, представлены, наверное, относятся к предыдущему, да, к 15-му. Да, это правильно. Считаются важным элементом пособия считаются текстовые... Яна, я бы поспорила, потому что они... Не то, что они считаются, они являются. Это так и есть. Это не то, что по чьему-то мнению. Ага, хорошо. Давайте... Спасибо. Давайте 17-му перейдем к заданию. 17-й. Книга. Вот здесь, может быть, несколько вариантов. Адресовано, прекрасно. Предназначено, да. Рекомендовано, прекрасно, предназначено. Посвящено чуть хуже, да. Все-таки это пособие мы не посвящаем студентам, да. Стихотворение можно посвятить, там, не знаю, родителям, матери, родине, но... Посвящено здесь все-таки хуже. Угу. Хорошо. Смотрите. Может быть так. Кто-то из вас сказал какой-то еще один вариант в задании, по-моему, 15-м. И это может быть, то есть эти варианты, ну, это я считала, да, то есть это я как бы продумывала, но это не означает, что какой-то вариант, вот тот вариант, который был в 15-м задании, я сказала, что он правильный, извините, я забыла его, он будет правильным, да. То есть вот это и называется открытая форма. Хорошо. Так, ну, мы сделали, да, задание. Если есть еще вопросы по лексике и грамматике, давайте, задавайте в чате. А, приведенные, спасибо, Анна, да, приведенные в 15-м можно добавить, в 15-м варианте можно добавить приведенные, отлично. Спасибо вам. Хорошо. Если нет вопросов, то мы перейдем к следующему, к тесту чтения. Смотрите. Разницы с B2 почти нету. 25 заданий, 25, 60 минут, 60 минут. Но, вы знаете, как ни странно, здесь чтение, субтест чтения очень часто не сдается студентам. Обратите, пожалуйста, на него внимание. То есть как-то про субтест чтения очень часто мы забываем. Все готовятся к письму и очень много вопросов, да. Вот сколько было вебинаров, все время вопросов про письмо и про оговорение. Ну, обратите внимание, пожалуйста, на письмо чтения на уровне C1. Это вот свойство этого уровня. Будут даны 4 текста, да, вот они здесь написаны. Полилок, дискуссия, 700 слов, это большой текст. Интервью, 400 слов. Информационно-деловой текст, 350 слов. Очень часто здесь даются приведенные сразменты законов. Вы читали законы на своем родном языке, да? Это непросто, это непросто делать носителю языка, а вам нужно будет прочитать законы на неродном языке. Так, хорошо. И художественный текст. Не забудьте, что когда вы делаете четвертое задание по чтению, вы можете пользоваться толковым текстом русского языка. Так, первое задание, смотрите, оно чуть-чуть отличается от тех, которые были раньше, отличается от B2. У вас есть текст, да, это фрагмент дискуссии. И дискуссия или полилок – это важное отличие от C1 от B2. И на чтении, и на письме, и на говорении, и на аудировании вводится полилок. То есть будет не диалог, не два участника, а именно больше двух, да? Что здесь нужно? Да, нужно определить, какие предложения находятся ответствия и какие несоответствия. Ну, то есть верно, неверно. У вас есть текст, а дальше есть несколько утверждений, и вы должны понять, это верно или неверно. Я не буду приводить пример, потому что, знаете, это требует очень много времени. Стоя день нельзя сделать просто так, да, дать вам, как мы делали на более ранних уровнях. Посмотрите, пожалуйста, задание, часть 2. Часть 2 тоже. Обратите на него внимание. Будьте готовы. Оно отличается. У вас есть фрагменты интервью. Ну, в данном случае там. Ну, короче, фрагменты интервью. После интервью у вас даны реплики корреспондента. То есть это интервью, но вы должны понять, какие вопросы соответствуют ответу интервьюируемых. То есть нужно стать нести ответы и вопросы. Знаете, ну, если хотите, мы можем попробовать. Если, конечно, не слишком мелко для вас написано, потому что шрифт маленький, я хотела показать все задание. Попробуйте, прочитайте 11 и 12, и справа есть вопросы. Можете ли вы понять, какие вопросы соответствуют ответу 11 и ответу 12? Так, ну что вы думаете? Можете подождать? Эдуард, на ваш вопрос. Нет, все-таки разница не только стилистическая. Те ответы, которые давали студенты, я объяснила, что часто они невозможны именно грамматически, для того, что не подходит поддерж. Я вижу два ответа на один и три. Угу. 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 Так, ну, или у меня надо еще подождать чуть-чуть? Я вижу, что кто-то еще печатает. Ну, давайте еще. Ну, трудное задание, трудное, да? И так, сколько у нас времени? Давайте все-таки я напишу, значит, правильно. Те, кто написали B, верно. 11-й. Это B. Трудно рисовать, может? Так, хорошо, 11-й – это B. Давайте посмотрим 12-й. Так, я уже вижу один ответ на 12-й. Угу. 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 Нору вижу. Ага, ответ К, верно. 12-й ответ К. Угу. Вячеслав Полунин рассказывает, как он стал, да, клоуну, как он учился. Угу. Хорошо, хорошо. Ну, вот такое задание. Значит, художественный текст, да, четвертое задание. Я не буду останавливаться. Это художественный текст. Да, он сложнее, ну, то есть он достаточно сложный, там есть сложные слова. Но, повторяю, вы можете пользоваться словарем. Угу. Давайте перейдем к письму. Письму, да. Итак, письмо. Смотрите, значит, что касается сравнения с B2. Точно так же три задания, но времени вам дается больше. 20 минут вам дополнительно, да. Но обратите внимание. Значит, что вы должны написать? Вы должны написать первое. Письмо, сообщение 200-250 слов. Информационное сообщение 57-200 слов. Немного. И эссе 150-200 слов. И вроде бы не так много, да, нужно написать. Но обратите внимание, что первые два задания у вас есть текст. И текст 400-500 слов. И вы его должны быстро прочитать, да. А второе задание – это 300-350 слов. То есть сами тексты, которые даются вам за основу, они большие. И это требует времени, да. И вот это отнимает достаточно много времени. Итак, на письме вы можете пользоваться бумажным толковым словарем. Еще раз расскажу об этом. Давайте посмотрим, какое есть первое задание. Значит, вы читаете текст и на основе прочитывания напишите письмо своему русскому знакомому, который интересуется проблемами и так далее. То есть вы пишете письмо знакомому на основе текста. Смотрите, всегда перед текстом есть пункты, да, которые являются для вас планом. Вот, пожалуйста, постарайтесь отразить все эти пункты. И не забудьте последний пункт – вырезайте свое отношение к информации, изложенной статье. Да, не забудьте, пожалуйста, про свое отношение. Вот. Хорошо. Следующее. Второе задание. Второе задание – прочитайте текст. И затем напишите на основе этого текста сообщение для передачи по электронной почте. Там, ну, кто хотел бы узнать. Ну, вот если кто-то давно интересуется тестами, то знает, что в этом задании было раньше задание «Напишите письмо для отправки по факсу». Да, и очень было много вопросов, что это такое, что за форма, как отправлять по факсу. Все факсы разные, они настраиваются по-разному. Смотрите, сейчас задание отправят по электронной почте. Сразу скажу, на С1 не так много обращается внимания на оформление. То есть, конечно, это должно быть письмо. Но это не то, что в задании Б2. Помните, второе задание Б2. Напишите официальный документ, где надо очень жестко соблюдать форму. Шапка, помните, в центре название документа, там, выявление, благодарность жалоба, слева дата, справа подпись. С1 уже такого не нужно. Когда самое главное, должны быть смотреть на жанр. Вот предыдущие надо было писать письмо друга, а в данном случае надо составить информационное сообщение делового характера. Это важно. Это первое. Второе. Что в этом задании проверяется? Сократите тексты. Вам нужно сократить текст. Текст 300-350 слов. Вы должны написать 50-70 слов. Вы должны сократить текст в 7 раз. Вот это важно. И этому надо учиться. Рекверирование. Есть разные пособия для рекверирования. В общем, какие-то пособия я вам покажу. Что еще? Значит, в этом задании есть такое подзадание «Используйте общие принятия сокращения слов». Ну, тоже это обычно вызывает вопросы, какие сокращения слов и как. Вы знаете, вы можете посмотреть примеры сокращения слов вот в этом лексическом минимуме. В нем есть даны самые употребительные сокращения. Я сделала небольшой слиншот только оттуда. Но там есть целая страница сокращений. Вообще, конечно, их можно найти и в интернете и так далее. Но если вас интересует именно то, что требуется на С1, откройте лексическим минимумом. Так, хорошо. Третье задание. Третье задание – это эссе. Ну, здесь, на самом деле, меньше всего можно что-то комментировать. Эссе чаще всего по форме не вызывает проблем. Да, как-то обычно умеют писать, потому что умеют писать, опять же, на своем языке. Обычно дается 2-2 темы, а иногда даже 3 темы. Вы можете выбрать любую тему и написать о своем. Есть небольшой план, в чем состоит проблема, объективные и субъективные причины возникновения проблемы, пути решения проблемы. И вам нужно оценить степень осознания общества, названные проблемы, характер личного участия. Смотрите, этот план единый для любой проблемы. Вы выбираете какую-то тему, которая вам ближе, которую вы лучше знаете. Выбираете, кстати, тоже, обратите внимание, выбираете ту тему, которую вы лучше знаете, как сказать, на русском языке. Может быть, вас больше интересует экология, но если вы какую-то другую проблему знаете лучше, потому что вы, например, знаете эту лексику из своей профессиональной деятельности, выбираете ту тему. Вот такой маленький совет. Так, хорошо, это было письмо. И мы переходим к вашему следующему, второму дню сдачи экзамена. И это первое, это аудирование. Что здесь? Аудирование очень похоже на аудирование B2. Столько же заданий, столько же времени. А меняется, вот диалог меняется на полилог. Вот здесь на отличие. Ну, конечно, сложнее тексты, сложнее понимать, да, потому что несколько человек разговаривают. Но, в принципе, достаточно похожи тесты B2 и C1. В принципе, уже и в B2 были такие вопросы, но в C1 их больше. Какие? Например, да, посмотрите. Слова говорящего о погоде звучит. Возмущение, сожаление, безразличие. Или, вопрос 5. Говорящего собеседника, люди одного социального статуса, люди разного возраста социального положения, малые знакомы друг с другом. На что эти вопросы? То есть эти вопросы не всегда на понимание. Это не фактическая информация. Это, так называемая, имплицитно выраженная какая-то информация. В B2 эта информация чаще была все-таки эксплицитно выражена. То есть вам нужно было понять по интонации или по каким-то словам, в каком статусе, да, ты или вы, говорят, собеседники друг к другу. И вот на такие вопросы можно было ответить. Здесь чуть сложнее. С одной стороны сложнее, с другой стороны проще, потому что, ну, как, не то, что проще. То есть я хочу сказать, что вы должны обращать внимание не только на то, что вы слышите, а на то, что вы смотрите. На жесты, на мимику. И здесь, конечно, нужно уже на этом уровне представлять жесты, мимику, поведение русских людей. Для этого у вас должен быть опыт общения с русскими. А если у вас этого опыта нету, вы живете за границей, смотрите фильмы. То есть как реагируют русские, да, какие-то, ну, повторяю, да, жесты, мимика. Выражение лица или еще что-то. Потому что это все очень похоже. Да, это индивидуально, но есть какие-то общие черты у нас. И вот это, поэтому тоже, по этим признакам можно понять контенции говорящих и правильно ответить на вопрос. Так, хорошо. Ну, вот справа здесь написано, да, что проверяется способность понимать социально-эмоциональности и особенности речи говорящего. Вообще эмоционально-экспрессивная экспрессия – это свойство, опять же, C1. Мы это посмотрели уже на лексике и грамматике. То есть это не просто несовершенный-совершенный вид в нейтральных конструкциях, а именно в экспрессивных, да. И вот точно так же здесь мы увидим. Хорошо. Говорение. Говорение. Опять же, по форме все то же самое. 15 заданий, 45 минут. Меняются чуть-чуть некоторые задания. Давайте мы посмотрим. С одной стороны, ответы на реплики. Первое задание ответы… Давайте я сразу же буду показывать вам слайды и комментировать. Первое задание – ответить на реплики. В принципе, очень похоже на B2, но отлично, что здесь полилог. Что это значит? У вас будет две реплики. То есть вы с двумя человеками общаетесь. И вы третий в собеседии. Как вы считаете, это труднее или легче? Знаете, мне кажется, даже чуть-чуть это легче. Потому что если вы не поняли первую реплику, то возможно вы поймете вторую. И вы поймете весь характер. Что вы должны сказать? Примерно хотя бы в каком ключе, даже если вы не поняли какого-то конкретного слова. Хотя вообще считается, что это задание сложнее, чем задание на B2. Второе задание – задание 5.8. В принципе, все то же самое. Вы отвечаете на реплики собеседника, как было в B2. Но посмотрите, здесь все время будет одно и то же задание. Возразите другу и убедите его в правильности вырешения. То есть говорящий, в данном случае тестер, все время будет вам говорить, что вот он что-то решил сделать, а теперь он сожалеет об этом. А вы должны его даже не столько убедить, а сколько переубедить, сказать, да нет. Убедите его в том, что он правильно сделал. Вот здесь пример, что человек купил путевку в Марокко, а теперь считает, что он зря это сделал. И вот жалуется, зачем я все это сделал. А вы его должны сказать, что нет, все правильно, но все не так. Ни конца, ни края, так можно сказать? Это Эльвира к предыдущему заданию. В этом магазине его задением пойдешь, точно. Кладется ему конца, ни конца, ни края. Да, можно, спасибо. Вы используете фризологическое выражение, отлично. Это Зора. Вы помните, что, ну об этом говорили раньше, но вы помните, что у нас помимо, когда мы оцениваем, мы, конечно, снимаем баллы, но у нас есть баллы на поощрение, в том числе, если вы используете какую-то, например, сложную. Хорошо. Смотрим следующее задание. Задание 9.12. Помните, в B2, да, есть фразы, которые вы должны прочитать в какой-то интонации, заданной интонации. Смотрите, в чем отличие C1. Точно так же, в принципе, но в два раза повторяется одна и та же фраза. Смотрите, здесь какая красота, какая красота. И в задании 11.12 фразы ее уже неделю нет. Она повторяется два раза. Но ее нужно сказать с разной интонацией. В первом случае, какая красота, это несогласие. Во втором случае, восхищение. И чаще всего так и будет. То есть это такие антонимичные интонации. Какая красота, все небо в туче. И наоборот, какая красота. День сегодня просто чудо. Дорогие кандидаты и студенты, кто собирается сдавать B2? Ну, C1 и B2 тоже. Вот это задание, оно вообще, в принципе, нетрудное. Но вы часто стесняетесь, да. А здесь вот вы не должны стесняться. То есть вы должны представить себя актерами. И, может быть, сказать даже чуть-чуть слишком, чем вам... То есть вы скажете, какая красота. И вы думаете, что вы уже отразили интенсию. Утрируйте ее, да. Постарайтесь, чуть-чуть слишком скажите эту интенсию. Так, хорошо. Следующее задание. Задание 13. Вам нужно посмотреть видеофрагмент. В B2, если помните, вам тоже нужно было посмотреть видеофрагмент. Но что нужно было сделать? Нужно было рассказать, описать то, что вы видели, описать героев. И после этого выразить предположение, почему-то такая ситуация возникла. В B1, главное, не видеофрагмент. Главное, ваш монолог рассуждения на морально-этическую тему. А видеофрагмент является только иллюстрацией. То есть вы начинаете с того... Вот что здесь нужно? Здесь тема поведения людей в экстремальных ситуациях. Вы начинаете с того, что вы описываете, как люди ведут себя в экстремальных ситуациях. И после этого вы говорите, вот как пример можно привести, и приводите фрагмент. И рассказываете, как было в их фрагменте. То есть вы не начинаете с видеофрагмента, что вот вы рассказываете, я видела это, это, это. Люди ведут себя так. Нет. Самое главное, ваше рассуждение на какую-то морально-этическую тему. Темы достаточно сложные. То есть они всегда связаны... Ну, все, что связано с моралью, это всегда сложно. Вот, поэтому здесь надо будет порассуждать. Ну, смотрите, есть время на подготовку. Не так много, 5 минут, но есть. Хорошо. 14-е задание. Отличается, вот 14-е задание отличается от B2. В B2, помните, просто надо прочитать объявление и позвонить по этому объявлению. В данном случае, что здесь? Разрешение конфликтной ситуации. Разрешение конфликтной ситуации. Здесь есть пример. Вы директор школы, вы получили служебное письмо. Примерно все время одно и то же. Вы получаете служебку. Так это называется на разговорном языке. Служебное письмо. То есть, вы все время в роли начальника. Вы получаете письмо, где кто-то жалуется на кого-то. Ваша задача вызвать вот этого кого-то, на которого пожаловались, и что сделать? Отругать его. Вам нужно... Дальше под заданием у вас будет написано, что вы должны сделать. Обозначить тему, выяснить причины, высказать собственный взгляд на случившееся, объявить на своем решении. Будьте готовы, что тестер будет оправдываться. Я надеюсь, вы все понимаете, что значит оправдываться. Никто не будет спокойно сидеть и говорить, да, 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 я виноват, да. Простите, меня больше не будет. Нет. Тестер будет говорить, вы знаете, это не моя вина. Это не моя обязанность. Это должен был делать Иван Иванович и так далее. Поэтому не так легко, как вы думаете. И объявить о своем решении, сразу сказать, я увольняю вас, как иногда делают студенты. Ну, вы знаете, представьте себе, что вы начальник. Если вы будете каждую маленькую проблему решать тем, что вы увольняете, ну, скоро у вас не останется. То есть, в общем, короче, задание сложно. На самом деле сложно. Постарайтесь, то есть, к нему нужно готовиться. Проиграйте эту ситуацию. Сами с собой. Или с преподавателем, да, с кем вы занимаетесь. Или с еще с кем-то. Это не такое легкое задание, как может оно показаться сначала. Все, последнее задание. Задание 15 – это беседа. Беседа. Вам, ну, зависит, в общем-то, от тестера. Ну, мы в нашем центре тестирования чаще всего спрашиваем кандидата, на какую тему он бы хотел поговорить. Ну, важно, что тема, как, помните, если вы смотрели вебинар, и кто-то спрашивал Ларису, можно говорить о квантовых частицах? Нет. На С1 вы не сможете поговорить о квантовых частицах. Почему? Вам нужна социально значимая тема. Да, или какая-то проблемная тема, связанная с обществом. Да, кандидат, в принципе, может выбрать ту тему, которую он готов. Но это не монолог. Даже если вот вы кандидат, вы студент, подготовили какую-то тему, и вот начинаете бодро говорить, вас остановят в какой-то момент. И тестер может чуть-чуть по-другому повернуть эту беседу. Это во-первых. Во-вторых, отличие от С1. Вам нужно, значит, ваша задача – высказать и отстоять свою точку зрения. А что это означает? Что тестер будет вам противоречить. Причем не удивляйтесь. Даже если вы говорите о том, не знаю, что все должны заниматься экологией, а тестер тут начинает говорить о том, что, да ну, бросьте, какая экология, и так далее. Ну, пожалуйста, тоже не, как сказать, поймите, что это задание тестера. Тестер должен найти аргументы против. Может быть, он сам согласен с вами, и он защитник экологии. Но в данном случае он должен опровергать вас, он должен провоцировать вас. Не удивляйтесь, не бойтесь этого, и не думайте, что это такое вообще, о чем говорит. Продолжайте, продолжайте отставить вашу точку зрения. Будьте уверены. Так, хорошо. Ну что, мы посмотрели. Посмотрели все субтесты. Если у вас есть вопросы, пишите. И, как всегда, в конце наших вебинаров мы перейдем к литературе. Ну, начнем с литературы такой, обязательно нормативной, да, скажем так, нормативной. Значит, есть стандарт для третьего уровня, есть государственный стандарт. Есть программа, о которой мы уже тоже говорили. Она, как вы видите, вот здесь написано, она для каждого уровня, включаются два. Там есть по каждому уровню, по каждому субтесту. Найдите эту программу, посмотрите. Лексический минимум, о котором я уже сегодня два или три раза сказала. Дальше. Тесты. Если вы первый раз смотрите вебинар, я еще раз хочу вам сказать. Если вы готовитесь к сдаче теста, вы, пожалуйста, посмотрите тесты и пройдите сами тесты. Не идите к тем, кто не подготовлен, посмотрите, какие есть типы заданий. Прорешайте эту лексику, грамматику несколько раз. Значит, что вы можете, где можете взять тесты? Во-первых, книга «Типовые тесты». Она чуть-чуть уже старая, да, но все равно она есть. Есть тренировочные тесты, это новая книга достаточно, да. Затем, хотите, значит, можете зайти на наш сайт, где выложены типовые тесты и демонстрационные. Сегодняшний пример я брала оттуда. Из демонстрационного теста, выложенного на нашем сайте. Так, хорошо, что еще? Это тесты, 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 которые есть для каждого уровня, да, кроме C2. Вот, но до этого есть, но это только лекция грамматика, как вы понимаете. Дальше. Думаю, вы уже знаете, если готовились к B2. Значит, для B2 и C1 есть такие учебные тренировочные тесты в четырех выпусках, да. Чтение, письмо, аудирование, говорение, лекция грамматика. Мое личное мнение, что, вот, например, лексика грамматика по лексическому наполнению – это больше C1. Там лексика, то есть там иногда грамматика не такая сложная, но лексика там сложная. И это скорее C1. Екатерина, давайте сразу же. Разница между типовым и тренировочным тестом. Ну, типовой тест – это более такой государственный, на что ли, да, утвержденный тест. Это тот тест, который… вообще, как издаются типовые тесты? Чаще всего это закрытый тест, который стал открытым. То есть его проводили в каких-то университетах, и после этого этот университет издает этот тест. Тренировочные тесты, они, некоторые из них, они по форме совпадают с типовым. Вот, предположим, вот эти тесты Андрушина и Жарова, они совпадают. Но иногда тренировочные тесты не включают все системы. Вот, например, для B2, если вы знаете, есть тренировочные тесты, там только письмо, говорение и аудирование, если я не ошибаюсь. Так, хорошо, еще какие книги? Так, теперь перейдем к самим пособиям. Пособий не очень много для C1, к сожалению, да. Но то пособие, которое советовал вам предыдущий лектор, это пособие в мире людей. Оно ориентировано на B2, C1, да. Смотрите, уже знаете ли вы, что уже вышел третий выпуск, это чтение, говорение, но чтение, говорение для B2. То есть вот третий выпуск, он больше ориентирован на B2. Как я понимаю, должен выйти четвертый, ну, 3.2, 3.2, и он будет больше ориентирован на C1, если я правильно понимаю. Ну, все, наверное, пользуются вот в основном вот этими, да, двумя книгами, письмо, говорение, аудирование, говорение. Очень хорошие тексты, очень хорошие задания, и все, знаете, там, если вы не видели эту книгу, то там, предположим, есть текст, после него задание. И написано, под каждым заданием написано, это задание ТРКИ-2, или это задание ТРКИ-3, чтобы вам ориентироваться, да, какие задания именно для 2 и для 3. Хорошо, что еще? Конечно, книга «Русский язык. Учебник для продвинутых». Ну, вообще, очень часто именно с этой книги начинают, да, то есть это пособие авторов нашего университета, да, можно, пожалуйста, конечно, используйте для C1, и вообще некоторые считают, что это единственное пособие для C1. Дальше посмотрим. По грамматике. Чистая грамматика, если, ну, смотрите, с чистой грамматикой, если знаете, это по учебной, да, то там есть задание и на ТРКИ-1, но там есть задание на ТРКИ-3, и даже есть на ТРКИ-3-4, но они обычно совмещены. Да, наверное, все-таки для вас для C1, многие задания с чистой грамматики покажутся легкими, или, по крайней мере, вы с ними справитесь. Но ничего, закрепите B2, да, закрепите на нем B2, хотя там, знаете, не всегда так легко, например, с приставочными глаголами, да, или с глаголами движениями. Учебники по грамматике русского языка, Галзунова, да, знаете, морфология, более старый учебник, и синтаксис. Для C1 я советую обратить внимание вот на синтаксис именно. Вот там намного больше заданий именно, что касается C1. Лексику можете тренировать на прогулках, да, по русской лексике. Так, пособие по письму. Есть два пособия, которые учат, как писать эссе, то есть это последнее задание, да, пространство эссе, Бузайская любимая, и пишем эссе Колесовой перспективы, да. Теперь есть пособие по стилистике. Вот на первом пособии Кумбашевой написано, что это пособие для B2, но, в общем-то, самой аннотацией для пособия написано, что его и можно использовать для C1. Ну, действительно, то есть стилистика начинается, проверка стилистики начинается с уровня B2, но также проверяется на C1. Пожалуйста, используйте. А вот это пособие, оно вообще, в принципе, да, ориентировано на C1. Пособие Бердичевского, говорите, пишите стильно. Так, хорошо. Пособие по аудированию и говорению. Есть пособие Хароходова и Скороходова, да, окно в Россию. Оно ориентировано продвинуто и так. Ну, пособие уже достаточно давно появилось, я думаю, вы его знаете, кто-то его любит, кто-то его совсем не любит. Попробуйте, посмотрите, там очень много, кстати, полезной литератики. А новое пособие Время обсуждать, это авторы, опять же, нашего университета. Смотрите, оно опять же заявлено на B2, но его можно использовать для C1 тоже. И пособие Живой Русский, слушаем, понимаете, визионной радиопрограммы, оно ориентировано на C1. Пособие учат понимать вот именно новости, да. Больше пособий нету. Если вы знаете какие-то другие пособия, пишите. То есть, понятно, что есть пособия, отдельные пособия по грамматике, есть отдельные пособия по синтексу, да. Но вот таких общих пособий, особенно учебных комплексов для C1, к сожалению, мало. Соряя, может быть, что-то есть еще, что вы знаете, пишите, делитесь с коллегами. Дальше. Вот я верну... В самом начале кто-то меня спросил про дополнительные какие-то материалы. Я не помню, как точно вопрос звучал. Конечно, учебников недостаточно. Вам нужно слушать подкасты, нужно смотреть фильмы, нужно смотреть интервью, смотреть какие-то передачи, безусловно. А, вот, Ганна. Какие бесплатные электронные ресурсы вы рекомендуете любить от их чтения? Сайт информациональный зал, пользуемся еще. Да, я просто понимаю... Вообще, это хорошие вопросы, хорошая тема. То есть, мне сейчас... Ну, сейчас я попробую что-то сказать. Но вообще, конечно, можно отдельный вебинар до этого делать, потому что сейчас очень много ресурсов в интернете, но действительно, как их использовать? Смотрите, я пользовалась для Ц1 постнаука, если вы знаете такой сайт. Это что-то аналог английского TED. И можно пользоваться и для аудирования, и для чтения и так далее. Почему? Значит, там есть маленькие лекции. Чаще всего к этим лекциям есть расшифровка. То есть, во-первых, вы можете... Студент, если меня еще слышите, то же самое. Смотрите, значит, вот это маленькое... Там есть интервью с какими-то учеными или еще как-то. Это постнаука. Постнаука, наверное. Смотрите маленькое видео, пытаетесь его понять. Повторяю, если вы не поняли, открываете расшифровку и читаете. И там есть тексты. Это такой научно-популярный. Это не совсем научно-популярный портал. Там есть на разные темы. И про, не знаю, как кровь функционирует в организме. И как появились какие-то слова в русском языке. И, я не знаю, про космос. Все что угодно. И про искусство. Выбирайте эту тему, которая вам нравится. Используйтесь. Арзамас. Портал Арзамас. Очень интересные лекции маленькие. Очень интересные тоже выложены статьи. Выложены подкасты. Так, Ганна, это был вопрос больше про тексты, да? Прочтение. Прочтение. Дальше мы просто... Я использовала разные блог-журналы. Вот. Достаточно много. Это Яндекс.Зен. Просто выбираешь того какого-то... Это журнал The Village, если вы знаете, да? Это... Ну, это может быть, что-то касается дочь Трампфельбурга. Так, хорошо. А, Юланг, да, спасибо, Елена. Юланг. Ну, я не знаю насчет Юланг по поводу C1, да? То есть я... Мне нравится сайт Юланг, безусловно. Не знаю, мне казалось, что это все-таки по уровню пониже. А, есть на C1. Хорошо, спасибо. Я пользуюсь C2. Так, хорошо. Есть ли у вас еще вопросы ко мне? В заключении мы всегда показываем этот слайд, да, что принесли с собой. Если вы первый раз нас смотрите, ну, посмотрите, пожалуйста, вы должны принести с собой паспорт, квитанцию об оплате, две ручки синие и бумажные, толковые слова русского языка на C1. Что запрещено? Все гаджеты, то есть все электронные устройства, телефоны, электронных лаварит, к сожалению, нельзя. Вот ссылки на наши сайты, ну, собственно, на наш сайт, тестинсента, spbu.ru, где есть выложенные демонстрационные тесты. Я чуть-чуть раньше говорила, тоже, да. Присоединяйтесь к нам на Facebook и к интернаме. Вот. Тогда спасибо вам, спасибо за участие, что были сегодня со мной. Слушайте наши дальнейшие вебинары, да. Для кандидатов, значит, следующий вебинар, это будет вебинар для подготовки C2. Это будет последний вебинар. Ольга, дистанционное тестирование, ну, будет, да, в условиях нынешнего карантина мы работаем над этим. Спасибо за ваше спасибо. Спасибо за... Да. Хорошо. Ну, если у вас еще есть вопросы, то давайте. Вы помните, да, что запись вебинара, если вы плохо меня слышали или видели, то чуть попозже вам будет доступна запись вебинара на нашем сайте, и также выложены все презентации предыдущих вебинаров. Если вы что-то не посмотрели, пожалуйста, посмотрите дома, в любое удобное для вас. Хорошо. Ну, тогда я с вами прощаюсь. Еще раз спасибо. Хороших выходных вам. Берегитесь меня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok